Полный зал химчан. Воскресным днём во Дворце культуры Родина собрались те, кто хочет отдать свой голос на выборах за Олега Шахова. В широкую коалицию входят Союз пенсионеров, Совет ветеранов, комсомольцы, трудовые коллективы ведущих предприятий округа. Его вот это какое-то трудолюбие, он ни одного выходного дня не имел. Он постоянно в движении, встречается с людьми. И мы, общественность, постоянно его сопровождали, поддерживали. И видели, как он работает, как он быстро принимает решения. Представители молодёжных организаций также поддерживают Шахова. Активисты народной дружины не раз встречались с ним на городских мероприятиях. Вместе высаживали деревья и отмывали от граффити подземный переход. Олега Шахова они называют молодёжным кандидатом. Нам, представителям молодёжи, будет интересно и приятно общаться с современным, энергичным, образованным и, что самое главное, ответственным главой. На встрече кандидат подробно рассказал о своей программе, ключевыми моментами которой является развитие здравоохранения, строительство школ, детских садов и спортивных центров, остановка точечной застройки. Я очень рад. Я действительно увидел полный зал людей, которые полны энергии, готовы поддержать. Мне было приятно с ними общаться. Я действительно не ошибся, что сделал выбор в пользу жителей и организаций, которые широкой коалиции меня поддержали и поддерживают. Выборы главы в Химках назначены на 14 октября. А уже в это воскресенье жители смогут отдать свой голос за того кандидата, которого считают достойным занять должность руководителя города. Олеся Жганова, Сергей Гвоздев, Служба новостей.